Музыка Чао ригацци! Вчера мы завоевали суперкубок Италии, который для Андрея Перла стал первым трофеем в карьере. Но перед началом видоса поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ведь здесь выходят видосы про Юве и всё с ним связанное. Перед матчем нас ждала встреча двух друзей. Пирло и Гатузо. Но самой важной новостью было для нас возвращение Хуана Куадрадо в строй. Он болел COVID-19, но утром сдал маски и тест оказался отрицательным. И Хуан по-быстрому поехал на матч на Маппей Стадиум. И сразу вернулся в стартовый состав. Меня удивил выбор Пирло. Выбирал он между фланговым Кулусевски и чистым форумом Маратой. И он выбрал Кулусевски. Ну и Макенев на фланге это что-то новенькое. Хотя в сезоне он уже играл там на фланге, но смещаюсь в центр. Юве начал неплохо. Бетнанкур пробивал из-за штрафной. А после Кулусевски разыграл с Данилом. Но удар бразильца затащил Давид Аспина. Наполе тоже не сидел на месте и организовал стопроцентный шанс. На вес Данилом теряет рука и Ирмин Лозану пробивает головой. Но Войцех был на месте. И хотел провести сегодня сухарь. Просто вратарский класс от Ченского. Под конец тайма Роналду получил мяч и пробивал возле девятки. Хороший момент. Первый тайм так и завершился 0-0. Второй тайм. Но Пила решил заменить Кьезу на Бернардеске. Кьеза сегодня плохо играл. Ну в принципе это логичная замена была. Первый момент был за Юве. Макинни делает навес на Бернардеске и тот пробивает. Но Давид Аспина берет мяч и мяч не на ленточке. Он был вообще возле ленточки. Гола точно не было. Дальше уже Роналду давал передачу низом. И один из защитников чуть не переправил мяч в свои ворота. И Юве зарабатывает голевой для себя угловой. Гол вышел довольно нелепый. Навес от Бернардески. Мяч попадает в затылок Бакайока. Отскок на Роналду. И тот не имел права не забивать. 1-0. 760 голов. Это рекорд по голам в официальных матчах. Ну что тут сказать. Лучший. Ну он не только в Ювенции стащит. Но и в реале. На 72-й минуте на поле вышел лучшим бомбардином Наполе в истории. Дрис Мертенс. И уже на 80-й минуте воспользовался Маккенни. Тем, что он долго выносил мяч. И зарабатывает пенальти. Но поначалу судья не сказал, что это пенальти. Только при просмотре ВАР он посмотрел. Но был ли там пенальти? По-моему Маккенни даже не видел Мертенс у себя за спиной. И ударил он не то, что даже в себя. Он сам себе нанес вред. Я считаю пенальти спорный. Очень спорный. Но ладно, пенальти. После просмотра ВАР. Инсинья подходит к точке. И может забить свой сотый гол за Наполе. Но пробивает мимо ворот. Кто-то скажет повезло. Кто-то скажет это карма. Но игра продолжалась дальше. На поле даже Марата вышел. И Робьо. На 94-й минуте весь Наполе пошел в штрафную Ювентуса. И это был их последний шанс сравнять счет. Но Юви выбивает мяч. И Хуан Кодрада бежит к воротам. Организует пас на Марату. Марата в пустые. Гол. 2-0. Победа Юви. В суперкубке Италии. Мы взяли первый трофей в этом сезоне. Нам как никогда нужен был этот трофей. И именно в это время. Но проблемы еще есть. Например игра в защите. Или проблема со вторым форвардом. Когда Юве надо было исправляться. Они это сделали. Всем добра. Форца Юве. Фино ла Фина. Форцалью. Форцалью. Продолжение следует...